Оскар прошел, эмоции остались. Мировое сообщество до сих пор обсуждает главную премию в мире кинематографа. Этот Оскар называют одним из самых конкурентных и справедливых за последние годы. Статуэток удостоились актеры, сыгравшие наиболее выдающиеся роли. А еще мероприятие стало одним из ярчайших праздников в Голливуде. Чем еще запомнится 96-я церемония вручения премий Оскар, нам рассказал режиссер и кинокритик из Лос-Анджелеса Дима Барч. Интервью было записано накануне. Расскажи, пожалуйста, как вообще люди в Штатах восприняли его итоги? Потому что говорят, что это был один из самых справедливых Оскаров, конкуренция была большая. Скорее, не то чтобы справедливый, сколько предсказуемо приятный или приятно предсказуемый. Каждый раз есть недовольные, каждый раз есть очень довольные. Здесь, казалось бы, довольных больше, что ли. Все понимали, что Кристофер Нолан признанный гений, у которого не получалось вырваться из, скажем так, более узкой кинотусовки в пантеон Стивена Спилберга и же с ним Пол Тома Сандерсона, всех великих режиссеров. И, наверное, сейчас с Оскаром за лучший фильм, с Оскаром за лучшую режиссуру ему это удалось сделать. Все понимали, что он великий, но не было такого очевидного признания. Кроме того, фильм «Оппенгеймер», несмотря на все художественные победы, особенности, радикализм и нолановский язык, это боёпик про человека из прошлого века, это период драмы, это костюмная драма. И, соответственно, такой жанр довольно любим академиками. И при всей радикальности подхода к истории, сюрприза в победе нет. И если бы победили бедные и несчастные Пур Тейнс, это было бы большим откровением. Что и стало откровением, когда Эмма Стоун взяла награду за лучшую женскую роль, и Лили Гладстоун уступила ей эту награду, хотя все пророчили именно второй. В общем, да, отвечая на вопрос, всё довольно предсказуемо. В одних... Есть обиженные, безусловно. И у Барби могло быть больше Оскаров за дизайн, например. И эти Оскары ушли бедным и несчастным. Не знаю, Человек-паук анимация была оставлена даже без номинации на лучший фильм. А в номинации за лучшую анимацию была незамечена в угоду Хаяо Миядзаки, безусловному мастеру, но фильму, ну, скажем так, не из его лучших, что ли. Это второй Оскар для Миядзаки, и «Мальчик и птица» — такое лёгкое, ностальгическое повторение всего того, что мы уже видели от Миядзаки, при всём уважении к Миядзаке. Давай поговорим ещё про номинантов, но которые всё-таки не получили заветную статуэтку. Вот на твой взгляд, кого всё-таки обделили? Это всё про вкусы, и нет никакой, безусловно, в любом решении есть политика, но это всё голосование, и большое количество людей голосует. Нет какого-то теневого масонского комитета, который распределяет эти статуэтки. И победа той же Эммы Стоун, значит, её роль приглянулась большему количеству сердец, нежели роль Лили Гладстон, несмотря на то, что политически правильно было бы дать ей, потому что она первая актриса, номинированная из числа «Инденджерс Пипл» в Америке. Но мы в любой номинации можем найти обделённых или не обделённых. Ну смотри, «Убий цветочной луны» полностью прокатили. Да, ни одной статуэтки, но Марти, Мартин Скорсезе, человек, у которого уже есть Оскар, который как бы не в фаворе Оскара каждый раз, таким же образом обделили маэстро Брэдли Купера, и как бы все не посмеивались над Купером и его желанием наград и быть любимчиком всех и вся, он действительно старается. И кино маэстро – это хорошее кино, и Брэдли Купер – один из самых номинируемых сейчас талантов, включая там продюсерские номинации, у него их больше 11, если не ошибаюсь, за его карьеру, и у него ни одного Оскара. Он также остался обделённым, придя на премию и сидя со своей мамой очень мило, ушёл, как шутят в свитере, с носом. Большинство номинаций, большинство разыгранных номинаций, то есть татуэток, осталось довольно справедливым. Нельзя было не дать документальному фильму «20 дней в Мариуполе» в этом году, как в прошлом году нельзя было не дать Навальному, несмотря на то, что это действительно выдающиеся фильмы, что первый, что второй, здесь действительно побеждает политический месседж. И это не в плохом смысле. Фильм «20 дней в Мариуполе» должен быть подсвечен, фильм «Навальный» должен был в том году быть подсвеченным. И что в этом году Навальный открыл своей речью, запись его речи открыла короткий блог, который называется «Син Мемориум» в память тех, кто умер в том году или в случае с Навальным был убит. Это действительно большое дело для премии. Несмотря на то, что премия – это политический стейтмент, но это больше праздник. Говоря о празднике, я хотела тебя спросить об Оскаре, как о самой церемонии. Как с точки зрения шоу. Вот я знаю, что перформанс Джона Сины, ну, просто фурор, да, произвел не только в Твиттере, но и вообще в медиа. Вот чем еще запомнится это мероприятие для тебя? Какие моменты ты отметил? Перформанс Джона Сины, безусловно. И Джон Сина доказывает, что он один из, на удивление, самых интересных комиков сейчас. Безусловно, номер Райана Гослинга с его песней «I'm just can», которую пел весь театр, весь зал. И несмотря на то, что Барби осталась практически без Оскаров, единственная статуэтка – это статуэтка Билли Айлиш за пейзи. Не Райану Гослингу за «I'm just can», а Билли Айлиш за ее песню, тоже из фильма «Барби». Действительно, вся церемония проходила под розовыми цветами, под эгидой «Барби», начиная с открытия, где ведущий церемонии Джимми Киммелл был частью фильма, «Барби» отвечал на реплику Маргурови из фильма, заканчивая коллективным исполнением песни «Just can», действительно, премия стала большим-большим караоке-клубом, что ли, в этот момент. И это действительно запоминается. Очень трогательными были вручения актерских статуэток, где по пять актеров и актрис, что в главных ролях, что в supporting roles, выходили на сцену и давали свои короткие речи каждому из номинантов. Было безумно трогательно. И то, как Диван Джо и Рэндалф, получившие Оскар за роль в фильме «Оставленный», буквально плакала, слушая речь о ней, а потом плакала, получая статуэтку, это действительно дорогого стоит, несмотря на то, что фильм «Оставленный» сейчас немножко получил, ну, скажем так, не очень приятную историю, связанную с плагиатом и так далее. Вместе с «Оскаром» завершился сезон кинематографических наград и премий. Впереди новый. Он откроется Каннским кинофестивалем. Жюри возглавит режиссер фильма «Барби» Грета Гервик.